итак всех снова приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадимы это очередной кайт по вы сами поняли rpg мейкеру мв и далее кстати это не только на мв работает это работает ну смотря какой урок вот этот урок он по ивентам и проходимости стен поэтому ну скорее всего он и на vx ace как минимум и на mz но на другие там более древние там где например авто тайла возможно в каких-то мейкерах еще не было я же просто не на всех мейкерах играл ну в общем то я буду стараться уточнять какие вещи именно в мв а какие в других бывают значит во первых как вы видите у нас можно зайти сюда то есть просто проходим сквозь стену это странно а вот здесь не могу пройти то есть именно вот через этот проход ой нет не сюда так и вот сюда мы можем пройти до причем здесь другая другой способ сделать невидимую стену как вы видите эти стенки немножко выделяются и в принципе в принципе я не знаю можно ли это выделение устранить как-то возможно нельзя по крайней мере в этом виде в котором тут есть и также вот сюда можно проходить вот сквозь стену как такие тайные проходы сделать я вам расскажу давайте прямо сейчас я расскажу вот как вы видите вот это вот на ивентах работает тайный проход тайный тоннель там над персонажем обратите внимание а вот это на одном уровне то есть на одном уровне но так получается получше выглядит чем вот это например штука здесь тоже над персонажем кстати на одном уровне там есть какой-то плагин который фиксит якобы то что мы можем на одном уровне с чем-то находиться но здесь же есть такой этот здесь есть такой выбор на одном уровне сделать значит и вот эти вот тайлы они находятся вот здесь то есть это отдельный тайл сетт и просто ты берешь добавляешь в отдельный тайл сетт те же самые тайлы но делаешь их проходимыми например размещаешь над игроком или еще как-то ну в общем то это можно сделать это два способа третий способ ну какой еще третий третий при помощи параллакса вы можете сделать то есть параллаксе вообще проходимость расставляется искусственно поэтому естественно если ваши стены будут нарисованы на параллаксе то вы можете где угодно сделать дырку и это никак вообще не отобразится на вашей карте значит и возвращаемся сюда давайте посмотрим теперь вот это первый набор ивентов первая страница эй куда ты убежала а это прикольно да она убежала и как бы если мы сюда придем то и и там не будет уже вот такое вот бывает это собственно тот прикол который я вам один из них который я хотел вам показать и вот как вы видите она снова здесь второй набор ивентов вторая страница но почему-то она теперь не убегает да печаль беда непорядок но исчезла да вот видите вот такой вот глюк бывает теперь нужно опять выйти и войти после чего как бы нет 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 так вот сюда и и она к нам опять третий набор ивентов третья страница и она опять будет убегать и в общем то так она будет делать очень много раз поэтому я не буду вам все показывать первый набор ивентов первая страница второй набор ивентов вторая страница третий набор ивентов третья страница четвертый набор ивентов третья страница да все еще третья пятый набор ивентов четвертая страница шестой набор ивентов четвертая страница седьмой набор ивентов тоже четвертая страница восьмой набор ивентов тоже четвертая страница девятый набор ивентов пятая страница и Дальше будет, я не буду говорить все, 13, 14, 15, 16 и первый набор ивентов, первая страница. Вот так вот 16 наборов ивентов вы можете сделать при помощи 4 байт, хотя нет, 4 бит, 4 бита это 4 переключателя локальных. То есть этот ивент, его можно скопировать полностью локально, ему не нужно каких-то этих переменных, чего-то подобного для работы. Но я вам объясню в чем прикол. Значит первый набор ивентов опять начинается, второй, третий, шестой, седьмой. И как вы видите 0.0.1, 1.0.0.1 и так далее, все это двоичный код. То есть я построил эту систему, я сам ее придумал, не знаю зачем. У меня была мания, короче, не использовать общих ивентов никаких, не использовать никаких переменных, чтобы можно было просто брать и копировать события полностью. То есть, как есть. То есть вы взяли, скопировали вместе со всеми там 16 наборами ивентов, 16 сообщениями в одном NPC. И эти все сообщения, они находятся именно в самом NPC, и их легче скопировать с карты на карту или с игры в игру. И, в общем-то, другие есть преимущества в этом. Но есть и недостатки, конечно. Об этом в будущих гайдах будет. Значит тут что? Вот, первый набор ивентов опять пошел. Значит теперь вот эта чувиха. Давайте с ней поговорим. Я непредсказуема. Смотрите, что она творит. Бамс, бамс. Че ты творишь? Вот, видишь? Да, я заметил чувиха. И она остановилась, как вы видите. Я непредсказуема. Вот, видишь? В этот раз более предсказуема. Опять ты вниз почи... Да, вижу, вижу. Вижу, вижу. Вот, видите? Теперь она сверху тут прошла. А теперь вон там вот так прошла. Только меня бесит, что она часто это... Бегает вокруг почему-то. Хотя она должна сразу ко мне подходить и все. Значит теперь с вот этой чувихой поговорим. Смотри, как я умею. Пумс, пумс. Прыгает, смотрите. Кстати, заметьте. Я специально эту шажечку нарисовал, чтобы вы видели, что они могут бегать по диагонали. В отличие от игрока. То есть NPC круче, чем игрок. Видите? Крутятся. Вот игрок так на месте не может крутиться почему-то. И по диагонали, по умолчанию, без плагинов он не может почему-то ходить. И прыгать на одном и том же... Ну, прыгать он может, но не по своей воле. Хотя это делается и на ивентах, и плагинами. Но вот видите, она вот так вот бегает-бегает. Вот видишь, какая я быстрая и ловкая. Вот такой вот NPC. То есть сложные всякие пути могут быть у NPC-шек. Это круто, я считаю. Я непредсказуема. Тунц. Да, вижу-вижу. Ну и в общем-то давайте посмотрим, что там за непредсказуемость у них. Значит, у этого NPC у нас вот такая вот фигня. 16 управляемых ивентов и распределенных по 5 вкладкам события. Вкладки нужны, чтобы изменять приоритет. Триггер или параметры события. Остальное меняется в содержимом. Да. Персонаж уходит реалистично от игрока. Если нужно конкретное направление, можно его настроить. То есть, как бы по умолчанию, почему такие глюки происходят? Почему она в стену упирается и потом исчезает? Потому что я настроил, что шаг от игрока. Если предусматривается, что этот NPC будет в каком-то определенном месте, то в таком случае он можно сделать так, чтобы он уходил в определенную сторону и не застревал. Суть в том, что он уходит за экран и исчезает. И мы в это время не можем двигаться, а потом как бы мы его не найдем. Но после того, как игрок выходит из этой локации и заново в нее заходит, этот NPC заново появляется и подбегает сам к игроку и что-то говорит. Чем я вдохновился? Я вдохновился с Каримом, где тебя находит гонец и дает тебе, в общем-то, какое-то письмо. То есть вы знаете такое, это интерактивность. Этого очень не хватает, собственно, играм. Чтобы не ты ходил там и осматривал что-то, а чтобы к тебе сами NPC подходили и каждый раз говорили новые реплики. Прикиньте, насколько это оживляет мир. То есть у тебя создается впечатление, что действительно тут что-то происходит, что-то новое. Каждый раз NPC там разные подходят тебе, дают тебе, например, задания или нападают на тебя и так далее. И опять же, что уходят, куда-то исчезают. Это прикольно. Собственно, вот этот уход и исчезновение, удаление события, оно сделано, чтобы... Дело в том, что мы не можем... Мы можем, конечно, задетектить то, чтобы игрок приходил на карту и, например, подвязать это на какую-то переменную, но удалить событие, оно как переключатель. То есть мы выключаем событие, удаляем его. И этот переключатель возвращается в положение по умолчанию, то есть выключается, когда мы заново посещаем эту карту. То есть таким образом мы используем удалить событие вместо переключения вкладки и не используя никаких переменных или переключателей, самопереключателей. Я считаю это довольно экономно, оригинально, и это событие вы можете скопировать себе просто вот Ctrl-Z, Ctrl-V, не лазя там ни в общие события, не используя никаких переменных, сколько угодно можете его копировать, на каждую карту по нескольку подобных NPC ставить и так далее. Согласитесь, это неплохо. Уходит ожидание нужно для того, чтобы блокировать движение игрока, пока NPC не убежит и не исчезнет. То есть это единственный недостаток. Можно ему, кстати, скорость увеличить, чтобы он быстро убегал. Дальше у нас идет вот такое, допустим, то же самое, страницы, тут больше страниц, тут еще больше страниц. И вот вместо вот этих сообщений вы можете любые другие венты поставить. Вот давание всяких там предметов, выдача золота, выдача заданий, там, не знаю, там присоединение к партии, еще что-то, какие-то квесты, диалоги и так далее, катсцены. Все можно вместо вот этого ставить. Главное остальное не трогать. Вот эти условия. Условия идут. То есть, видите, тут наборы переключателей. Вы не представляете, сколько я старался вот это вот все настраивать, чтобы правильные переключатели правильно активировались. Но я это сделал. И тут, кстати, еще и метки используются. Метки, чтобы не срабатывало несколько переключателей за один раз. Ну, то есть, несколько вот таких вот ивентов. Но это возможно. И здесь нету ни одной переменной. Замечательно, да? Здесь же то же самое. То есть, ну, только без ухода, без вот этой вот фигни с удалением события. Это упрощенная версия. Для тех, кто просто хочет 16, например, реплик NPC сделать. То есть, ты каждый раз, когда нажимаешь на NPC, он тебе говорит новую реплику. Но эти реплики не случайны. Они четко выверены. Те, которые ты назначил. И при этом эти реплики не находятся в какой-то жопе. Не находятся где-нибудь у тебя в переменной отдельной. В общем событии. С условиями и так далее. Они находятся в самом NPC. Хорошо это или плохо, но это уже другой вопрос. Дело в том, что в общих событиях легче найти. То есть, так тебе нужно, чтобы изменить эту реплику, найти самого NPC и там что-то подправить. А в общих событиях ты просто один лист листаешь. И там куча условий всяких и так далее. Ну, если общее событие, оно не активируется отсюда, то в таком случае, конечно, будут проблемы. Здесь то же самое. Я даже не знаю, чем они отличаются. А, здесь все в одной этой, в одной вкладке. То есть, не пять вкладок. Дело в том, что вкладки, зачем они нужны? Чтобы менять внешность, например, вашего NPC. Например, ты можешь переключить с одной вкладки на другую. То есть, в один раз убежал один NPC, а потом вернулся уже NPC с другой графикой. То есть, он по-другому выглядит, собственно, как здесь это и показано. У каждой вкладки можно настроить свое автономное движение, свой тип активации и подобные вещи. Здесь же у нас все в одной вкладке, поэтому, в принципе, это вот самая простая к пониманию вещь. Если вам нужен именно один NPC, то используйте эту штуку. Здесь же у нас... Это сложные эти... Сложные маршруты движения. То есть, вот у нас идет движение, это событие. Причем пропустить и ждать одновременно. Ждать это, чтобы событие не переключилось раньше, чем выполнится маршрут. Потому что, если мы не назначим здесь ждать, то в таком случае переключатель переключится, и она не отбежит. То есть, он мгновенно переключится. То есть, таким образом, если мы не указываем ждать, то в таком случае мы можем, например, одновременно несколько событий выполнять. То есть, например, здесь какое-то сообщение, и она будет идти, и сообщение одновременно с тем, как она будет идти, нам покажется на экране. И мы сможем там выбор, например, какой-то сделать или еще что-то. Параллельно, так скажем, будет идти. А если ждать, то все это последовательно идет. Значит, пропустить. Пропустить, это значит, что если она упрется в стенку, она не заглючит, а, в общем-то, она пропустит остальные шаги и переключится на другую вкладку. Да. После чего она переключается на другую вкладку, и здесь у нее много чего меняется. Во-первых, триггер параллельно. То есть, она автоматически будет продолжать делать. То есть, это, кстати, важно. Если у нас параллельно, или же автозапуск будет назначен. Но автозапуск, это значит, что мы не сможем двигаться в это время. То есть, вот чем они отличаются. Автозапуск, он именно последовательный, во-первых. То есть, одновременно с ним мало какие события могут действовать. Все события с автозапуском не могут одновременно происходить. В то время как параллельные, они, во-первых, автоматически срабатывают, как бы их, может быть, несколько одновременно. И они тоже автоматически, да, запускаются. Ну вот, это то вроде бы, чем они отличаются. Я уже, по-моему, это говорил. Значит, и тут, опять же, при помощи рандома мы настраиваем, как она будет идти. Самое прикольное, что в любом случае она приходит в точку, из которой вышла. То есть, в чем прикол? Я, когда начинал делать свою игру, ну, я и сейчас ее начинаю делать, я постоянно, короче, сделаю пару локаций, продумаю огромный мир, а потом думаю, блин, так это ж столько делать, блин, сколько работы. В первый раз я сделал свою часть игры, несколько локаций, карту мира, за пару дней. И потом, бабах, все, ну, блин, боевка, я вообще в шоке, она там сложная, как там я буду с балансом делаться, и так далее. Потом взял новую игру, сделал уже без боевки. И теперь головоломки. А сколько есть видов головоломок, а как их сделать интересными, а как катсцены настроить, а как переход между локациями, а как сделать неповторяемость, и так далее, и тому подобное. И уже думаю, а может быть мне подождать немножко, еще там годик где-то поучиться, а потом уже делать игру. Потому что сейчас наделаю, а потом опять буду все переделывать. Ладно, простите за это. Ставьте лайк, если жизненно. Ну, в общем, я не планирую сейчас опять забрасывать, потому что очень нравится мне этот концепт игры. Кроме того, первый концепт я полностью не отбросил, и потом я, возможно, ее буду продолжать делать. А если вы это смотрите через год или два, то, возможно, я уже сделал свою игру, и тогда поищите на канале, можете скачать, попробовать поиграть. Значит, то же самое пропустить, ждать, и так далее. И прикол в том, что вы можете часть маршрута NPC сделать четким, а часть маршрута сделать нечетким, чтобы он как-то там извилисто ходил, например, причем случайно. Главное, чтобы он всегда возвращался в одну и ту же точку. То есть, ну или можно использовать плагины, чтобы NPC, например, бежал к другому NPC, но он и так может по случайному маршруту бежать к вашему ГГ, то есть к вашему персонажу, если настроить ему вот здесь вот к игроку. Или там от игрока, опять же, можно настроить. Но это все-таки не то. То есть, факт в том, что можно вот это делать. И после чего, как вы видите, она опять переключается, и у нас маршрут здесь у нее, вот здесь вот запрограммировано как раз бежать к игроку довольно быстро. При этом триггер касания события, чтобы когда она подбегала к игроку, она давала ему сообщение. После чего, нам важно здесь поставить маршрут игрок ждать. То есть, если мы не будем здесь ждать хотя бы одного кадра именно через маршрут, а не через другое, то в таком случае какой-то бах происходит. То есть, вот эти вот А и Б, они почему-то не переключаются, или даже если они переключаются, то само событие глючит, и мы не можем двигаться. То есть, это вообще-то жесть какая-то. Но без этого не работает, учтите. Это вот я обнаружил в процессе создания урока. И вот это вот чувиха. Смотри, как я умею. То есть, здесь уже все написано. И здесь у нас все в маршруте. Здесь, как вы видите, вот такой вот маршрут. Здесь вот есть, например, как она поворачивается. То есть, если вы просто будете поворачиваться на 90 градусов подряд, то это будет слишком быстро, это будет мгновенно. И поэтому нужно после каждого поворота кадры вставлять. Также прыжки. Прыжки бывают разные. То есть, к сожалению, мы не указываем, куда прыгать. Нам нужно именно по координатам говорить или писать. про координаты я вам рассказывал. Что там вниз это плюс и вправо. Вниз и вправо это плюс координата. А вверх и влево это минус координата. Также тут случайные повороты могут быть. Кстати, вот повороты многие их недооценивают. То есть, не забывайте, что, чтобы было красивее, желательно добавить, чтобы перед тем, как NPC, если он поворачивается больше, чем на 90 градусов, то в таком случае нужно ему промежуточный поворот добавить. То есть, ему нужно назад пойти. Но если вы просто скомандуете ему пойти назад, он повернется мгновенно. и это будет странно, то есть, это будет слишком поигровому. Лучше сделать так, чтобы он повернулся, например, вначале налево или направо. Кстати, можно случайно сделать. Вполне себе, потому что вам плевать, через какую сторону он будет поворачиваться. Налево, направо. Но он перед этим повернулся, потом пропустите еще пару кадров, чтобы игрок заметил, что он повернулся вправо, например, или влево. А потом уже командуете ему идти, не нужно еще одного поворота делать, и он еще на 90 градусов повернется и побежит куда вам надо. Это будет гораздо красивее. Ну, это такой совет. В принципе, я сам ленюсь это делать. Но так ваши игры будут гораздо лучше. И я уверен, что именно такие мелочи позволят вам, не знаю, на конкурсе победить. Или игроки лучше отзывы оставят. Кто-то оценит рано или поздно. На этом я прощаюсь. Данный урок закончен. Всем пока-пока.